команданты в последнее время как-то знаете не спится и это не потому что у меня был недавно бронхит а потому что я думаю как это так если в чаще кто-то укрывается и по ним стреляет танк они типа все живы потому что кумулятивные боеприпасы из прошлого выпуска доказали что деревья в общем-то спасают другой танчик от пробития у меня в руках rpg 18 муха и знаете для чего она у меня для того чтобы проверить кое-что видите вон там ящики я подумал ящики ведь точно такие же как ветки деревьев типа можно ли спрятаться укрыться за ящиками если ты типа просто прячешься за ящиками знаете бывают такие блокпосты делают на спать них песка и все такое как это вообще грозит человеку если он сидит за ними а за ними кстати кое-кто сидит посмотрите-ка нам прислали новый баллистический гель это башка от компании ballistic dream в общем спасибо ребяткам сделали все надежно качественно и выносимо правда этому парню уже немножко не повезло это слегка его в общем приложился знаете справа руке называется в конце концов я и золотая перчатка 2008 до сделал очень качественно очень хорошо сделан так сказать можно делать все что угодно и внутри из предыдущего выпуска вы должно быть уже знаете что сделано практически кровеносная система обеспечения мозга или как там это называется кровеносные сосуды головы короче так вот стрелять я буду с 50 метров и стрелять буду в ящике здесь их 4 штуки ведь rpg 18 муха пробивает 300 миллиметров гомогенной катаной стали то бишь брони танков и все такое маленьких танков и этот парень примет на себя удар спустя 4 ящика что с ним случится полетят него ощепки от этих ящиков или сама струя войдет в его череп и пронзит его насквозь и я буду стоять и говорить бедный йорик подписывайтесь на бусте там много всего интересного мы делаем сейчас с этими черепами баллистик дрим мы очень хорошо сейчас сотрудничаем так что все и кровище так сказать все наши извращения вы можете там увидеть воочию а я предлагаю долго не тормозить и жахнуть помните того парня чернокожего афроамериканца который едет на лошади и рекламирует олдспайс я все ждал когда кто-нибудь предложит мне что-нибудь прорекламировать мужское ну типа дезодорант или какой-нибудь еще средство но это не олдспайс это флюид после бритья для мужского уха звучит так себя очень как-то гламурненько что ли но не будем фыркать раньше времени ибо оказывается что флюид это косметическое средство с ультралегкой геевой текстурой флюид от гельтек это нечто среднее по текстуре между лосьоном и кремом может применяться после бритья и как самостоятельное уходовое средство быстро впитывается без образования пленки или жирного блеска успокаивает раздраженную кожу дает ощущение комфорта предотвращает врастание волос и появление воспалений снимает покраснение и отечность уменьшает выраженность сосудистых сеточек на коже подходит для любого типа кожи в том числе для очень чувствительный не содержит агрессивных спиртов которые например часто встречаются в бюджетных лосьонах типа шипур в общем распрекрасное средство все в одном для самого что не наесть брутального мужика не надо заводить на своей полке ванной ступятсот баночек как это делают наши женщины на масло после бритья этот самый флюид на все лицо и вуаля ни раздражение ни морщин супер секретный компонент пептид разглаживает морщины и так получается что ты пользуешься кремом от морщин под видом бальзама после бритья удобненько качестве продукции гельтек потребитель может быть уверен на сто процентов ведь медицинские косметические гели компания производит уже 30 лет у гельтек все свое прекрасно оснащенная лаборатория врачи-косметологи и химики-технологи производство современным оборудованием испытывается продукция не на животных а исключительно на людях то есть добровольцах из числа сотрудников и партнеров компании в частности вот этот флюид после бритья протестирован фактически на мужьях и сыновьях сотрудниц компании тестировщики остались довольны приобрести это уходовое средство да и другую продукцию гельтек из специальной линейки для мужчин вы можете по ссылочке в описании а я пожалуй намажусь еще разочек основная идея сегодняшнего эксперимента что бывает если кумулятивная струя пробивает укрытие за которым прячется пехота в данном случае пехотинец и назовем мы его джипси может быть или инста самка нет назовем его просто джонни д джонни д короче я на исходную позицию ваше дело смотрите внимательно и не пропустите потому что рпг у меня только одна и я как всегда могу промазать и кстати это рпг очень старый она ведь 75 года это пожалуй самая старая труба которая была в моих руках видите как у меня много впечатлений в последнее время прошлый раз была самая жаркая щель в которой я только бывал это я про выпуск с танком против танка в этом выпуске самая старая труба которую только держал дальше что пойдут милфы и все прочее да в общем то возраст как раз подходит подходит вот она красавица так по-моему это делается вот так все готово прикольно вот 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 на добивание джонни ты как небольшая гематомка но это ничего немного порезался до ушибы есть кое-какие а в целом немножко полила а вот скулу смотри задела чуть до чуть-чуть скулу задела вот подбородок а подбородок хорошенечко ударила но это ничего ведь правда главное что есть ты у меня так вот разбил ему губы но не не зубы в порядке полному видите короче чуть-чуть подбила бороду ему прописала чуть-чуть я думаю что ему может быть вывих челюсти грозил бы да что ты творишь парень мы вообще-то ходили сегодня без крови все это время так да потеря крови не очень большая это хорошо так давайте посмотрим сломой прокомментируем его что же там случилось потому что давайте для начала посмотрим и парень да хорош кровоточиться так давайте посмотрим для начала куда я попал честно сказать в диоптрический прицел который вот он видите маленький тут дырочка то маленькая но все равно ты видишь почти всю мишень и попасть точно в какой-то промежуток ящика который тебе нужен это не самая простая задача да и вообще не очень нужная потому что ты ведь стреляешь либо по беттер либо по танку либо по бмп-шки либо по мтлб-шки либо по очень жирному какому-нибудь парню короче смотрите я выстрелил и попал я в тот самый ящик который был посередине на котором стоял фактически этот манекен струя проходит сквозь него вот так вот чуть-чуть потом попадает во второй ящик который стоит на нем кстати ничего не осталось да вот видите выламывается такая секция бам пролетает сквозь ящик собственно пролетает еще сквозь один ящик через 2 видите так касательный и за третьим ящиком получается стоит наш дружище но и здесь видите тоже повреждение есть то есть фактически мы попали так как нужно и даже если не было прямого пока попадания струи в голову мы видим что у парня в общем есть некие проблемы короче смотрите прятаться за любыми препятствиями очень полезно потому что кумулятивная струя раскрывается но вот видите она прошла рядом с буквально нескольких сантиметров от лица немножко опалила его и ящики его просто фактически снесли я не знаю если у него контузия наверняка на есть об этом вы можете написать если кто-то есть из специалистов вторичные осколки немножко повредили ему губу чуть-чуть повредили скулу но вот это вот то что отсоединилась это скажем так особенности этого манекена в том что внутри у него содержится эта жидкость краситель пищевой видите если мы открываем то есть отрываем чуть-чуть то она как бы вытекает поэтому это не показатель что тут обильное кровотечение массовое типа артерии перебиты и так далее скорее всего это кровотечение она может быть но она как бы на мой взгляд не глобальная потому что в целом голова ну как видите во всех аспектах целая то есть кожа вот эта имитируемая с ее мышцами и так далее она в полном порядке вот эта гематома кстати было до начала и это тоже то есть фактически мы видим небольшой ожог и безусловно контузию и ну что даже зубы целые то есть все целое то есть ему даже вторичными осколками не перебила ни зубы ничего поэтому это хороший эксперимент показывает что война штука суровая но это не значит что вас всех поубивает первый же кумулятивный снаряд с вами крупнокалиберный переполох с вами джонни д и да вы скажете а что будет если осколочный боеприпас возможно мы это проверим и джонни д нам в этом будет ассистировать дальше нормально все будет пока